Вот наша ошибка. Иголка с ниткой. Нитка обязательно та же, которую мы вязали. И начинаем исправлять ошибку. То есть сейчас я имитирую провязывание петли. И вот здесь у меня петля, которая закончилась. Вот от нее хвостик. Забираю эту петельку. Забираю хвостик от соседней петельки. Видите? Я делаю горизонтальный трикотажный шов. И привязываю к петле, которая у нас убежала. Подцепила два края у верхних петелек. Подцепила мою петлю, которая убежать хотела. И теперь вот в это отверстие, которое у меня осталось не зашитым, убираю обе ниточки. Главное держать пальцем, а то все лишнее. Так, ничего лишнего у меня не ушло. Все. Посмотрите. Вот это вот я сейчас завязываю. Завязать узелок. Лишнее отрезать. Оно мне больше не нужно. Подпариться вообще ничего не видно. То есть мы исправили ошибку. Очень даже просто. Главное не дать этой петле распуститься дальше. Вот. Вот в чем принцип. Точно так же поступаем с ажурами. С ажурами, с фангами. Вот видите, у меня слетела петелька на рисунке. Я ее не уследила за ней. Потому что в таком рисунке, видите, столько ажуров, столько мелких петелек, что тут и не увидишь. Даже булавку не успела привязать. Поэтому восстанавливаю ряд. Вот эти вот две. Так, раз. Два. Вот эта петля у меня уже должна быть зашита. То же самое делаю. Петельку эту стараюсь не упустить. Теперь вот здесь. Уголок петли, которая у меня убегала, одна. Уголок петли второй. Зашиваю их. Прихватываю нить. Прихватываю петлю, которая у меня убежала. В образовавшиеся отверстия, не закрытое отверстие, затягиваю обе ниточки при помощи крючка. И завязываю. Узелок. Можно его обрезать. Рисунок спасен. Ничего никуда не уехало. И найдите, где здесь была ошибка. Очень просто. Главное пользоваться иголкой и знать горизонтальный трикотажный шов. Мы имитируем провязывание одной петли. И таким образом спасаем наше, казалось бы, испорченное полотно. Можно, конечно, просто связать и затянуть низ, но это будет видно. При таком варианте гораздо аккуратнее лучше.